Урок 14. Задача первая. Привести подобные слагаемые. Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть. Давайте рассмотрим многочлен. Есть слагаемые с буквенной частью А квадрат, есть А куб. Давайте начнем с А куб. Минус А в кубе, минус 5А в кубе и минус 3А в кубе. Приводим подобные слагаемые и записываем минус 9А в кубе. То, что минус 1, минус 5, да минус 3. Минус 9А в кубе. Теперь А в квадрате. 6А в квадрате плюс 2А в квадрате. 6 до 2 – это 8. Значит, плюс 8А в квадрате. Привели подобные слагаемые и записали многочлен в стандартном виде, в порядке убывания степеней. Задача вторая. Привести многочлен к стандартному виду. Так, в порядке убывания степеней надо будет записать и привести подобные слагаемые. Плюс 5А в четвертой минус 2А в четвертой. Это 3А в четвертой. Так, А в кубе. 1А в кубе плюс 7А в кубе. 1 до 7 – это 8. Значит, записываем. Плюс 8А в кубе. Теперь А в квадрате. Минус 4А в квадрате минус 1А в квадрате. Если не пишется числовой множитель, то подразумевается единица. Значит, минус 4 до минус 1 – это минус 5А в квадрате. Все, многочлен записан в стандартном виде. Задача третья. Привести многочлен к стандартному виду и найти, при каких значениях х его значение равно 6. Так, давайте приведем к стандартному виду. Так, минус 2Х в кубе плюс 2Х в кубе. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна 0. 6Х в квадрате. Затем минус 4Х в квадрате до минус 2Х в квадрате. Значит, взаимно уничтожаются. Их сумма равна 0. Что остается? Минус 4Х плюс 1Х. Значит, будет минус 3Х. При каких значениях х минус 3Х равно 6? Чтобы найти х, 6 надо разделить на минус 3. Получится минус 2. Ответ минус 2. Задача четвертая. Найдите сумму вот этих выражений и результат запишите в третью клетку. Ну, или в третью строку. Найдите сумму двух последних выражений и запишите результат в следующую клетку или строку. Что будет записано в пятой клетке или в пятой строке. Так, в первой строке первое выражение, во второй строке второе выражение, а в третьей строке их сумма. 4Х минус 5Х – это минус Х. Минус У плюс 2У – это плюс У. Значит, вот эта сумма. Теперь в четвертой строке запишем сумму вот этих двух выражений. Значит, будет минус 6Х плюс 3У. Так, а теперь надо записать в пятой строке сумму вот этих двух выражений. Минус Х до минус 6Х – это минус 7Х. У плюс 3У – это плюс 4У. Таков ответ. Минус 7Х плюс 4У. Задача пятая. Напишите общую формулу натурального числа, которая как при делении на 4, так и при делении на 6 дает в остатке 2. Вот формула натурального числа, которая при делении на 4 дает в остатке 2. А принимает значение натуральное или 0. А это формула числа, которая при делении на 6 дает в остатке 2. В – натуральное или 0. Чтобы записать общую формулу такого числа, которое при делении и на 4, и на 6 дает в остатке 2, надо найти наименьшее общее кратное вот этих чисел – 4 и 6. Наименьшее общее кратное этих чисел – 12. Значит, формула будет такая. 12 умножить на Н плюс 2. Н – натуральное или 0. Субтитры подогнал «Симон»